Ваш мир в безопасности Это иллюзия Наслаждайтесь последними мгновениями спокойной жизни Как вы думаете, ваш персонаж абсолютно зло или в нем все же есть что-то хорошее? Безусловно, в нем есть и зло, и добро Это то, что меня изинтересовало в этом двусмысленном персонаже Зрители впервые знакомятся с ним, когда он совершает акты терроризма Поэтому, конечно же, сразу же предполагают, что он воплощает собой разрушение и саботаж И только впоследствии зритель понимает его мотивацию Его весомые причины делать то, что он делает В какой-то момент зрители даже симпатизируют ему Он персонаж разносторонний В нем есть неоднозначный моральный код, который сподвигает его на вещи Знаете, как говорят, что для одного человека терроризм, для другого борьба за свободу Мой персонаж борется за свой мир Свою команду против более реального мира Представленной командой Энтерпрайз У Джона Харрисона совершенно иное поведение Отличающийся от остальных персонажей Хотя в нем есть что-то хорошее Методы, которые он выбирает для борьбы, довольно разрушительны Ваши командиры совершили преступления, которые я не могу им простить Вам всем угрожает опасность Уходите! Теперь вы обратили на меня внимание Как вам вчерашняя премьера Стартрека в Лондоне? Столько фанатов пришли вас поддержать Некоторые из них ждали целых 24 часа Ждали Бенедикта Кембербэтча Было приятно приехать, например, в Лондон Где в числе фанатов было много именно лондонцев Это ведь мой родной город Я горда, что приехала сюда представлять свой фильм Наверное, после этого сразу поехали отмечать с командой? Конечно, я на радостях даже танцевала Какие ощущения от вчерашней премьеры? Все было потрясающе, только очень быстро прошло Было так приятно увидеть фанатов, пообщаться с ними А затем отметить премьеру с продюсерами, актерами, с Джей Джейм Вы все уже слышали о том, что произошло в Лондоне И сделал это один из наших лучших агентов Возможно, это только начало Прошу разрешить преследовать его Звездный флот не место для Вендетты, Кир И, возможно, зря, сэр Джим, ты не должен преследовать этого парня Я не знаю, что я должен делать Но что я могу сделать, знаю Что вы почувствовали, когда впервые прочитали сценарий И посмотрели финальную версию фильма? Было ли это чем-то, что вы ожидали? В нашем случае мы просто не знали, чего ожидать Стартрек создает огромное количество людей То, что вы видите на экране – результат работы и творческих усилий всех членов команды Безусловно, заранее ожидать то, что у нас всех получится, невозможно Мы только имели представление об отдельных сценах, о кусочках пазла Как по-вашему, что является душой вашего нового фильма? Человеческий элемент или технологическое превосходство? А может, совокупность этих двух составляющих? Душой нашего фильма, несомненно, являются отношения между главными персонажами – Споком и Кирком Наша история о безоговорочной любви и дружбе О том, на что готовы друзья ради друг друга А технологии служат просто фоном для истории этих жизненных отношений У вас есть любимый персонаж в Стартреке? Спок, безусловно Спок – очень сложный персонаж, неоднозначный поначалу Но, прежде всего, он, конечно, герой Закаре удалось безупречно сыграть персонажа, руководствующегося логикой Но в то же время испытывающего определенные очень сильные эмоции Это был первый раз, когда вы посмотрели? Да, первый И как вам? Вы наверняка были удивлены? Безусловно Фильм оказался даже большим, чем я ожидала Я восприняла события чересчур эмоционально Поэтому на вечеринке после премьеры я ходила и обнимала всех наших мужчин Это было безумно трогательно Если рисковать, то сейчас Мы не проскочим Проскочим Проскочим! Я же говорил, проскочим Не уверен, что это можно так назвать А как вас приняла команда Стартрека? Ведь многие из них уже знали друг друга, вы были новичком? Да уж Я был новым мальчиком в квартале В самом начале я очень волновался из-за своего чересчур выраженного британского акцента Я слышал, как Крис Пайн шепотом повторяет в свой микрофон мои реплики Я думал, что это он так насмехается над моим акцентом На самом же деле, вся съемочная группа Стартрека — прекраснейшие люди Мне повезло с ними работать Когда я впервые оказался с ними в комнате, я огляделся и про себя подумал О боже мой, это же Спок, а это Кирк Они большие звезды И вот я очутился рядом с ними Занимают тоже не последнее место на экране Лучше встретить они меня просто не могли Никто не пытался выставить на показ свое высокомерное эго Все просто старались делать свою работу как можно лучше Было безумно весело, я был счастлив Значит, вы были фанатом Стартрека до этого фильма, разнаете всех персонажей Ну, не то чтобы фанат, но да Я видел первый фильм Джей Джея, который мне очень понравился Ну и, конечно, для своего персонажа я искал вдохновение в оригинальных телевизионных историях Которые я смотрел, пока был маленький Все-таки именно они сформировали целую культуру Стартрека по обе стороны Атлантики Эта франшиза играла с моралью, этикой, юмором, великими идеями о демократии и расе И о том, каким может стать будущее Это выражалось не только в визуальной эстетике этих странноватых костюмов, кораблей Но и в невероятном полете воображения и использовании всех этих ингредиентов Мне кажется, что и Джей Джей подхватил ту самую щедрость духа, необходимую для поддержания франшизы Которая и ведет историю вперед Я видел, как ты убивал ни в чем не повинных людей Я заставлю тебя ответить за то, что ты сделал Ты даже не представляешь, что сделал ты Я переступлю через ваши трупы Как вы думаете, злодей, сыгранный Бенедиктом Кэмбербэтчем, имеет шанс привлечь женскую аудиторию? Или он все-таки чересчур отрицательный персонаж? О нет, он наоборот, очень сексуальный парень Бенедикт Кэмбербэтч придал фильму совершенно новую форму Он просто непревзойденный актер Думаю, фанатам Шерлока будет интересно увидеть его в новом амплуа Шерлок у него получился очень умный, но робкий персонаж в сравнении с Джоном Харрисоном Думаю, что фанаты Бенедикта последуют за ним на край земли Значит, на площадке вы все подружились? На площадке было весело, мы все время подшучивали друг над другом А Джей Джей удалось создать спокойную атмосферу на площадке Не было никакого напряжения Джей Джей знал, как угодить актерам Он сделал все для нашего удобства У него на съемках царит любовь, нет никаких соревнований Приходишь и наслаждаешься игрой А вы были фанаткой Стартрека до приглашения на роль? Я смотрела Стартрек, когда была маленькой вместе со своим дедушкой Но фанаткой я не была до тех самых пор, пока Джей Джей меня не посвятил в треке А вы раньше смотрели Стартрек? Я хотела бы быть фанаткой, когда была еще ребенком Но не была Так как я видела маму, смотрящую Стартрек И чувствовала, что это зрелище не для моего поколения Я скорее из поколения Звездных войн О Стартреке я и думать не думала, пока меня не пригласили на роль в Терминале В фильме Стивена Спилберга Где моя героиня была одной из треков Вот тогда-то я и попросила маму помочь мне в подготовке, чтобы больше узнать о Стартреке Значит, тогда и появились любимые персонажи? Моими любимыми персонажами всегда были Скотти и Спок А физически было сложно подготовиться к роли? Да, это был эдакий вызов мне Мое тело прошло через колоссальный стресс Потому что приходилось делать вещи, которые в поседневной жизни я не делаю Тренироваться нужно было по часам, чтобы добиться нужного результата Зато я получила награду в виде наслаждения понимать, что я сделала все возможное, чтобы сыграть так, как сыграла Я научилась драться, делать развороты в воздухе Я не хотела, чтобы была заметна разница на экране между моими движениями и движениями каскадера Поэтому должна была сделать все безупречно Есть ли у вас в новом Стартреке любимая сцена, над которой вы долго работали, а потом были рады, что она наконец получилась? О, да, сцена, когда в фильме первый раз появляется Кронос Я понимала, что это значит для всей истории Стартрека Поэтому хотела скорее оказаться в данной сцене А встретиться лицом к лицу с врагами Энтерпрайза было бесценно У вас есть сейчас роль мечты? Или может определенный жанр? Возможно, мюзикл, кто знает Я бы хотел сняться в цилиндре Петь и танцевать в мюзикле, безусловно Жанр ужасов меня тоже очень привлекает Мне еще много ролей предстоит сыграть и много жанров для себя открыть А чем теперь планируете заняться? В каких проектах собираетесь поучаствовать? Пока что я мечтаю сесть на самолет, улететь в Европу и отдохнуть на пляже Насколько мне это удастся, еще увидим После пляжа я вернусь к работе У вас есть мечта о конкретной роли? О, да, я очень хочу сыграть Клеопатру на сцене Традиционно Клеопатру играют актрисы чуть старше меня Поэтому с данной ролью придется подождать как минимум несколько лет Возможно, я сыграю ее в России Я ведь ходила совсем недавно на пьесу в Москве Актеры у вас просто потрясающие, но я не понимала ни слова из того, что они говорят Есть ли у вас смешная история со съемочной площадки, которой вы хотели бы поделиться? О, их слишком много Но вообще-то Саймон Пек начал самую остроумную шутку на площадке Какое-то время мы снимали в центральной лаборатории, где ученые пытаются создать ядерный синтез, который положит конец эре ископаемого топлива Исходя из того, что я видел, проект получается очень хороший Думаю, что скоро у них все получится Действие Стартрека происходит как раз в период использования ядерного синтеза Именно в период действия Стартрека ядерный синтез и был открыт Так вот, поэтому нас туда и пригласили снимать А Саймон каждого убедил, что радиация всех нас коснется, если на территории лаборатории не мазаться специальным кремом Он даже сделал специальные тюбики с надписями от излучения Я пришел на площадку только через неделю после того, как эта шутка началась Как только я вошел, увидел, как все мажутся этими кремами и прыгают на месте, чтобы крем равномерно распределился Мы просили актеров зачитать на камеру согласие на использование крема Карл тогда что-то заподозрил А вот Джон Чу ничего не понял И только когда все уже все поняли, очень удивленно спросил «А что, крем не действует?» Мы раздали листовки каждому актеру, на которых нужно было выразить свое согласие нахождением в данной среде В конце было написано «Я признаю, что я идиот» Очень смешно, но немножко жестоко Так вот, Бенедикт подписал, даже не прочитав Только потом мы попросили его озвучить своим крутым голосом соглашение для всех вокруг И вот только тогда он понял, что все это было шуткой, дойдя до конец до фразы «Я идиот» Я уверен, скоро все эти записи окажутся на DVD в дополнительных материалах Я помню, как меня безумно раздражала та среда Я все думал, что это за место такое? Я слышала смешную историю о том, как вы записывали видео для кастинга на роль в Стартрек Я часто рассказываю эту историю, она просто потрясающая, и вы правы, очень смешная Я записал свои пробы на айфон, потому что в то время все люди еще были на каникулах, так как было Рождество Я отправил запись студии, и они очень удивленно, но в то же время раздраженно говорили «Что? Что это такое? Это же важная роль! Роль года! Как так? Почему запись не на кассете?» Я им сказал, что я стараюсь, но мне все же еще надо успеть отпраздновать Рождество с семьей А также найти человека, который записал бы мои пробы, даже на айфон, тоже было тяжело Мои кастинг-директоры все уехали отдыхать, им было не до моих проб Так что вот так, ни людей, ни камеры, пришлось снимать на телефон Наконец, мой лучший друг Адам Мэклинд и его беременная жена согласились одолжить мне свою кухню и услуги оператора, чтобы мои пробы состоялись Двое их детей спали в соседней комнате, поэтому прямо в середине сцены, когда я должен был злиться и орать Я останавливался, переходил на шепот, проверял, не разбудил ли я детей, и начинал по новой Элис включала свет в кухне с разных сторон, а также старалась балансировать с камерой так, чтобы снимать меня с разных правильных ракурсов В то время как Адам показывал мне таблички с текстом Все это заняло около полутора часов Мы сняли три дубля, затем я сам все это попытался смонтировать На следующий день я все отослал После этого тишина, никто мне ничего не отвечает Через два дня мне пришло письмо с одной строчкой Все отлично, нам понравилось Джей Джей взволнован перед встречей с вами И снова ничего Я был так рад, что они мне ответили, а тут вдруг пропали, и я даже расстроился После этого я как-то забыл обо всем этом, как вдруг мне снова написали Второго, кажется, января Сразу после Нового года Я только отходил от празднования Мне пришло письмо со словами «Не хотите ли прийти сыграть?» Я не понял, кто это и чего от меня хотят Мне нужно, чтобы мне все время все определенно говорили Получил я роль или нет? Что конкретно от меня нужно? А тут прийти сыграть Во что? В теннис? В пинг-понг? В результате они мне сообщили, что я получил работу Я им так и сказал Отлично, давайте сделаем это Думаете, новый Стартрек-кино для всей семьи, которое можно посмотреть в гостиной в субботу вечером? Конечно Ограничение стоит вроде бы до 12 или 13 лет Так что если дети старше этого возраста, то, безусловно, смотреть нужно с ними Я привела своих братьев на премьеру Мой 19-летний брат был в восторге от фильма Чем обещает новый Стартрек быть для фанатов? Стал ли он масштабнее, интереснее? Что изменилось с прошлого фильма? Если говорить о визуальных элементах фильма Он стал масштабнее, зрелищнее А вот эмоциональный накал Джей-Джею в новом Стартреке особенно удался У него получается создавать мир, в котором сочетаются два аспекта Первый аспект — визуальный Джей-Джей привлекает к созданию спецэффектов самых лучших специалистов Дизайнеров, дизайнеров, мастеров Не забывая при этом и про второй аспект — эмоциональную душу фильма Всего этого в полной мере зрители могут с уверенностью ждать от новой части Стартрека Ну и еще, конечно, возможность увидеть Стартрек в формате 3D в кинотеатрах IMAX У них больше оружия Больше людей Стреляем, как в последний раз Я лучше Чем кто? Чем все Чем кто? Чем кто? Продолжение следует...